В начале этого часа давайте мы с вами кое-что послушаем. Мы говорили о языковых преградах. Мне все-таки хотелось бы дать вам послушать фрагмент чтения Ветхого Завета. Правда, мы договаривались слово Ветхий Завет не употреблять. Фрагмент чтения Торы, книги «Бытие» на еврейском языке. А, собственно, «Бытие» или «небытие» по-еврейски эта книга называется «Брэшит». «Брэшит» буквально переводится «в начале». Почему эта книга называется словом «брэшит» в начале? Да потому что это первое слово книги «Бытие». В еврейском тексте книги «Бытие» называются по их первым словам. «В начале сотворил Бог небо и землю». «Брэшит» в начале и есть название книги «Бытие». Книга «Исход» по-русски «Исход» по-еврейски называется «Шемот». «Шемот» – имена. «Вот имена». Мы читаем в первом стихе книги «Исход». «Шемот». Следующая книга по-еврейски называется «Ваикара». Буквально «Исказал». Книга библии называется «Исказал». По-русски это третья книга Моисеева. Как называется по-русски? Ну же, Мерлевит, конечно. «Бамидбар» в пустыне. Книга по-русски называется «Числа». И, наконец, второзаконие «Деварим» – слова. Второзаконие. Ну, чтобы вы услышали, как звучит еврейский язык, давайте послушаем начало первой главы «Перек Алеф», то есть глава Алеф, глава первая книги «Бытие». Чтобы вам проще было следить, откройте, пожалуйста, русскую Библию, ну, чтобы, по крайней мере, известные слова какие-то услышать через сопоставление текста. Я потом вас спрошу, какие слова вы услышали. Это запись, сделанная в Израиле еще в 60-е годы, читает человек, которого зовут Шлемо, Шлемо – это Соломон, Шлемо Бертанов. Ну, Бертанов – такая русская немножко фамилия, я не знаю, откуда этот товарищ появился, но это чтение Библии считается таким одним из самых лучших еврейских чтений людей. И давайте послушаем, как это звучит. «Перек Алеф. И стал свет Отделил свет от тьмы Отделил свет Отделил свет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok